Тему миротворчества сегодня обсуждали в Госуниверситете. Ученые, политологи и общественные детели говорили о значении миротворческой операции на Днестре. Участие в международной конференции принял и первый президент Приднестровья Игорь Смирнов. Одна из тем международной конференции сегодня – уроки конфликта на Днестре. Первый президент Приднестровья в роли докладчика, свидетеля и участника противостояния Приднестровья военной агрессии Молдовы в 92-м году. Глубокое понимание и благодарность всем, кто жил в Приднестровской, Молдавской республике и до нас, и сейчас. Потому что встали и сказали «нет» национализму. И мы понимали, к чему это проведет. И мы с вами, по сути, опередили на 30 лет те события, которые сейчас происходят. Из зала звучат вопросы студентов. Молодежи интересен взгляд Игоря Смирнова на сегодняшние события. Что происходит вокруг Приднестровья и как нам сохранить мир? Выступающие говорят, все ответы на эти вопросы дает история. Важно помнить, что было в Молдове. К слову, так никто и не понес ответственности за произошедшее на левом берегу Днестра 31 год назад. Мы не забываем о тех преступлениях, которые были совершены против Приднестровского народа. Не забываем о тех нарушениях норм гуманитарного права, на выявление чего и был направлен Международный трибунал 30 лет назад. И одновременно показываем, что игнорирование всего этого может, к сожалению, и в будущем привести к подобным трагедиям. Наша задача этого не допустить. Международная конференция о войне и мире на Днестре проходит на площадке ПГУ. Этим летом при Госуниверситете открыли Центр изучения миротворчества. Сегодня говорили, материалы и выступления участников станут основой дальнейших исследований миротворческой операции на Днестре. В нынешних условиях она во многом приобретает новый смысл, отметили сегодня. Мы реально понимаем, что война идет на Украине, что с этой Молдовой идет милитаризация. И в этих условиях, конечно, сам миротворческий процесс становится более сложным и ответственным. В этом контексте, конечно, обсуждая сегодня в научных кругах, давая оценку всего происходящего, можно очень важно сохранить все основы той безопасности, которую мы уже с вами наблюдаем на протяжении 31 года. Конференция призвана обобщить опыт миротворчества и привлечь внимание к нынешней ситуации в регионе. Рост расходов на модернизацию и перевооружение молдавской армии. Постоянные учения ее войск с привлечением резервистов и подразделений стран НАТО. Дискуссия на тему сохранить нейтралитет или вступить в Североатлантический альянс. Это тоже тревожный сигнал от Кишинева, отметили участники конференции. Все, что делает руководство республики, направлено на сохранение мира и стабильности. Ждем такой же позиции от наших партнеров из Молдовы. Надеемся, что они прекрасно дают себе оценку, что такие действия, как усиление боевого потенциала, постоянные учения, перевооружение молдавской армии не могут являться стабилизирующим фактором, и могут привести к серьезному дисбалансу именно боевой составляющей, военной составляющей в нашем регионе, что может, конечно, иметь далеко идущие негативные последствия. На связи с Террасполем сегодня Москва. И Леонид Монаков, глава Приднестровского представительства в российской столице, отмечает, в то время как Кишинев требует вывести миротворцев из Приднестровья, очевиден факт, альтернативы этому механизму сохранения мира в регионе нет. В условиях, когда переговорный процесс заморожен властями Молдовы, миротворческая операция – единственный барьер на пути тех, кто, возможно, мечтает о реванше.